Добрый день, уважаемые зрители-союзники! На Первом Народном Православном 15 минут живого эфира и хорошего настроения в студии Тимофей Обухов. Сегодня 4 февраля. Да, друзья, практически незаметно в череде праздников пролетел январь, в самом конце которого мы вместе отметили 14-летие телеканала «Союз». И вот он, последний зимний месяц. В ближайшие дни мы на Урале ждем суровых морозов. Все выходные у нас шел снег, несмотря на минус 20 на градусниках. И это означает только одно – будет еще холоднее. И так все премудро устроено в нашем мире, что природа подготовилась к столь серьезному испытанию, укрыв землю пушистым снежным одеялом. Ну а мы, дай бог, тоже переживем этот период без потерь. Поэтому, друзья, заваривайте чай с лимоном, потеплее одевайтесь. А если вы остаетесь дома, милости просим к нашему огоньку. Тем более, что у нас припасен для вас кусочек лета. Друзья, если 31 января вы смотрели наши прямые эфиры, посвященные дню рождения телеканала, то, возможно, вспомните, что мы, ведущие проекта «Союз Онлайн», не только принимали ваши звонки, читали ваши письма, дарили вам видеоподарки, но и постарались подключить к этому общению наших коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. Например, автор и ведущая программы «Хранители памяти» Елена Чачи, недавно ставшая дипломированным кинорежиссером, поделилась некоторыми фактами своей биографии. Мы даже успели посмотреть ее короткометражный фильм на колокольне. Кстати, именно успели, потому что самых разнообразных видеоматериалов у нас было заготовлено столько, что мы даже сомневались, сможем ли уместить в эфирной рамке все задуманное. Надеюсь, никого не обижу, если скажу, что смогли. Почти все. Не просто так я сегодня заговорил о Елене Чач и припасенном для вас кусочке лета. Дело в том, что у Елены есть еще одна картина, которая называется «Эвредика». Вот, к слову, всезнающий словарь Ворда, в котором я вчера набирал текст этой программы, почему-то не знает, кто такая Эвредика, и подчеркивал мне это слово красным, указывая на ошибку. Поэтому для тех, кто знал, но уже забыл, напомню сюжет древнегреческого мифа. Эвредика – возлюбленная музыкант Орфея, за которой он спустился в подземное царство мертвых и откуда попытался ее вывести, но Орфей нарушил условия. Он оглянулся, и Эвредика оказалась потеряна для него навсегда. Друзья, уверен, вы вспомнили. Кстати, словарь Вордовский после двух кликов мышки Эвредику запомнил надолго. И вот сегодня мы с вами увидим короткометражную версию об Эвредике, но сначала предоставим слово Елене Чач, которая расскажет, как проходили съемки картины. Ну, Эвредика – это первый мой учебный фильм. Фильм был снят по заданию «Однокадровый фильм». То есть важно было, чтобы вся история была снята одним кадром, и чтобы эта однокадровость была оправдана. Полгода мы отучились, ушли на летние каникулы, и вот я стала снимать свой однокадровый фильм. Собственно, как он делался? Сначала, естественно, был написан сценарий, я его обсуждала с каждым из мастеров. Каждый из мастеров мне там что-то сказал, сценарий утвердили, сказали, можно снимать. Слава богу, вот так сложилось, что мне удалось найти очень хорошего оператора. Это выпускница в ГИКа Настя Трофимова. Ну, тогда она еще была студенткой, студенткой мастерской Клебанова. И вот мы с ней вместе стали выстраивать этот единственный кадр, как будет двигаться камера, как сделать так, чтобы вот это было все и эмоционально, и оправданно, чтобы это было интересно смотреть как бы на одном дыхании. Ну, тут можно даже сразу оговориться, что, скажем так, может быть, ну, во-первых, да, по своей студенческой бедности, во-вторых, по каким-то еще другим таким техническим и прочим вещам, мы снимали в аудитории учебной. То есть фильм весь снят в одной из учебных аудиторий наших курсов. Собственно, в той аудитории, где нашли занятие мастерской. Вот. И когда я еще там кому-то из однокурсников говорила, что вот я здесь буду снимать, а те, кто знал сценарий, они говорили, нет, что ты, ты с ума сошла, здесь невозможно создать атмосферу, что это там голые стены и все такое. Вот. Но тут мне помогла моя подруга замечательная, Надя, которая взялась, скажем так, за работу художника. Она по образованию архитектора, еще у нее опыт работы дизайнером интерьера был. То есть она очень хорошо умеет что-то именно делать в пространстве, что-то делать руками, что-то придумывать, изобретать. Вот. И мы с ней сделали такую декорацию. Я там придумала ширму, которая у нас как бы создала отдельное пространство наше съемочное. Вот. Но это все было очень непросто. И на самом деле там была очень сложная история со светом, потому что там свет появляется, исчезает. У нас было несколько осветительных приборов. Один стоял на улице, светил в окно. Еще там несколько было в самой аудитории. Там зеркало, отражатели. Ну, в общем, за каждым прибором практически закреплен какой-то человек. И получалось, что в этой вот крохотной декорации нас было несколько человек, потому что там еще и оператор с камерой, и оператор фокуса, и я, и актеры, и моя помощница, которая там, в общем, быстро-быстро должна была делать то, что необходимо. Там цветы, подавать там что-то еще. В общем, такие какие-то вещи. И на самом деле получалось так, что у нас было 12 дублей, потому что все время происходили какие-то технические проблемы, или какой-то брак возникал. То есть либо кто-то попадал в кадр, потому что декорация была очень маленькая, и там очень сложно было вообще развернуться всей этой толпе. При этом надо сказать, что у нас были замечательные молодые актеры, выпускники Щепкинского училища, которые, в общем, очень все терпеливо, грамотно и точно делали раз за разом. Так что в итоге общими усилиями фильм все-таки получился. Слава богу. Работа была сделана, была показана на мастерской, но в итоге после показа, после обсуждения, там появилась одна склейка. Мы решили сократить диалог. Он как бы немножко мешал восприятию этой особенной атмосферы, которая создалась в фильме. Ну, однокадровый фильм стал почти однокадровым фильмом. Но фильм есть фильм, поэтому, в общем, такая небольшая работа, она есть и состоялась, и даже участвовала в некоторых фестивалях. Спасибо, Елена Чач, за рассказ о своей работе. Пау, вот ты знаешь, иногда вот сделать законченную историю, снятие и уместив в ограниченные рамки пространства и времени выполнить поставленную задачу, исключая театральные условности допущения, преодолеть отсутствие финансирования. Дело архисложное. Но если все получилось, результат не стыдно показать не только друзьям, но и широкой зрительской аудитории. Итак, короткометражный фильм. Елена Чач, Вредика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok